готовлю простые молочные блинчики для этого разбиваю в миску 2 яйца желательно без скорлупы добавляю пол чайной ложки соли и столовую ложку сахара и хорошенько это все взбалтываю как только яичная смесь стала более-менее однородной вливаю пол-литра теплого молока и небольшими порциями всыпаю 200 грамм просеянной муки на этапе когда мука уже хорошо размешалась в тесто последним ингредиентом добавляю 2 столовые ложки растительного масла хорошо все перемешиваю и если есть время то даю отдохнуть тесту примерно минут 20 разница между расстоявшимся и не расстоявшимся тестом значительная после расстойки тесто еще раз хорошо перемешиваю и выпекаю на хорошо разогретой сковороде моя сковорода без антипригарного покрытия я не знаю какой это сплав но у кого есть еще такие сковороды хочу предупредить такую сковородку ни в коем случае нельзя чистить абразивом и либо какими-то химическими средствами иначе она теряет все свои свойства перестает хорошо печь и отдавать блины пусть она лучше выглядит как будто вы ее украли в аду но она будет рабочий я имела неосторожность применить к своей сковороде химическую чистку и потом восстанавливала ее функции почти три месяца вывод один пускай она будет у меня самая мурзатая и самая страшная но кроме воды и влажной бумажной салфетки я больше к ней ничем не прикасаюсь возвращаясь к блинчикам эти блинчики выпекаются крайне быстро поэтому лучше не отвлекаться иначе можно получить слишком яркий рисунок блинчики эти получаются не тонкие не толстые они не такие тонкие как налистники но и не такие толстые как пористые блины по своему назначению они практически универсальные их можно есть с маслом в них можно заворачивать начинку и не только сладкую и при необходимости их можно даже замораживать